Всем привет! Сегодня в этом лаконичном выпуске я распакую посылочку с бикини, в котором буду выступать и вкратце расскажу об атрибутике, которая уже непосредственно понадобится для выступления, для самой сцены. Ну что, рассказываю? Показываю? Распаковываю! Для начала хочется сказать о том, что каждая девушка, которая участвует в подобных соревнованиях, создает образ. Выбирает на свой вкус цвет купальника, туфли, бижутерию. Весь образ состоит из следующих составляющих. Это макияж, прическа, это маникюр, педикюр и, соответственно, купальник, бижутерия и туфли. Поскольку этот конкурс, участие в этом конкурсе достаточно затратное мероприятие, не только морально, не только физически, но еще и материально, поэтому многие делают себе прическу и макияж самостоятельно. Также выбирают более бюджетные купальники, к примеру, и бижутерию в том числе. Что касается меня, то по поводу купальника и бижутерии я особо не заморачивалась. Просто исходила из того, что позволяют финансы, что с большей степенью вероятности дойдет до Камбоджи. Ну, конечно же, я выбирала то, что мне по нраву. Онлайн это всегда в определенной степени какой-то риск. Но, кто не рискует, как говорится, тут не пьет шампанского. Ну что, давайте смотреть, что я там понавыбирала, что пришло. Ну что, распаковка, распаковочка. Пришел долгожданный купальничек, чему я очень и очень рада. Всегда волнительно ждать, ожидать, потому что доставка это такое дело. Может затеряться, потеряться, либо прийти не вовремя. А тут прямо хорошо. Заранее, заранее я даже не успела попереживать. Чему я очень рада. И так, и так, и так, и так. Отлично, 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 отлично. Ой, в каком мешочке красивом, приятном, с бантиком. Все это пришло. У меня купальник. Так это все прекрасно. Ну-ка, смотрим, смотрим. Красота. Вот тут, если что, отлетит. Есть всегда. Запас. В общем. Вот такие труселя. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Красивые трусики. Ну, он такой получается с градиентом, да. То есть он будет переливаться. Понятное дело, что сейчас это немножечко другое освещение. На сцене это все будет блистать. То есть мы тут видим оттенки и бордового, и красного. Красота. Очень быстро девчонки оперативно так отправили, мне сшили. В общем, буду примерять. Ну, какие труселя. Вы посмотрите, красные труселя. Манят и манят. А вот еще один купальник, уже моего любимого зеленого цвета. Единственное, я бы, конечно, заменила эту светлую бирюзовую основу на темно-зеленую или даже черную. Ну, да ладно, тут остается только принять. Тут мы можем заметить, что бюстгальтер существенно отличается. Он уже идет с впечатляющим пушапом. Но и это после сушки, к моему великому сожалению, может не спасти, если природа не наградила пышными формами. То есть, например, в моем случае можно смело подкладывать в эти потайные карманы еще и носки, платочки. Что еще? В вату по старым добрым традициям. Низ, как мы видим, тоже отличается. То есть он более закрытый. И этот купальник, кстати, я заказываю еще до красного, прекрасного, который показывала вам ранее. Тогда я еще думала, что буду выступать в федерации АФББ. Если вкратце, то есть федерации бодибилдинга, NPC и АФББ. У каждой из них свои требования к образу и к позированию в том числе. И они отличаются. То есть, мои дебютные соревнования в Таиланде будут от NPC федерации. Соответственно, я учусь позингу и составляю образ, исходя из требований данной федерации. Итак, бижутерия. Ее я заказывала на Алиэкспресс. Несколько вариантов. Хотела, чтобы был побольше выбор. Посмотреть, что будет лучше смотреться. И, конечно же, не прогадала, когда заказала про запас. Поскольку только сейчас вижу, что один из браслетов будет более чем хорошо сочетаться с серебристыми лямками того манящего красного бикини. Заметила, кстати, что много магазинов просто перепродают и перезакупают и продают с Алиэкспресс даже с пятикратной наценкой. Особенно это европейские какие-то магазины. И абсолютно все то же самое. Поэтому, если вы не выбираете настоящие драгоценные камни, то Алиэкспресс, на мой взгляд, это самый оптимальный вариант. Главное, заказывать заблаговременно, потому как что-либо может не только задержаться в пути, но и вовсе не дойти. В обычной жизни, конечно, я подобные не ношу. Тут очевидно, что украшения, да и весь образ в целом яркий, сценический. Все для того, чтобы как можно ярче сверкать на сцене, конечно же. Чаще всего я замечала крупные украшения у девочек на сцене. Хотя тут на вкус и цвет можно, в общем-то, выбрать и более минималистичные. А вот браслет под зеленый купальник с зелеными камнями. Мне кажется, что это очень мило. Вот такой я бы носила в обычной жизни, но уже с настоящими изумрудами, например. Очень симпатичный и женственный, мне кажется. А вот и типичные классические туфли для федерации АФББ. Здесь должна быть плоская подошва не более 1 см, а максимальная высота каблука не более 12 см. Туфли могут быть с ремешком или стразами. Здесь уже ориентир на свое усмотрение. Но все же рекомендуется не утяжелять образ. Туфли заказаны на том же Алиэкспресс. И здесь, в этом случае, нужно быть уже крайне внимательным, потому как размер обуви с китайского сайта может по прибытии немного удивить. Например, у меня размер 39-40, но здесь это 43 размер. 43. Вот такие цифры. А вот обувь для NPC соревнований. Тут уже допускается платформа. Также можно выбрать со стразами и без, с ремешком или без него. Я выбрала совсем простые, но с ремнем, какие нашла. Опять же, по китайским меркам. Это аж 43 размер. Например, в этой федерации требования к туфлям более лояльные, поэтому если в этих мне будет не очень комфортно, то я просто-напросто буду вышагивать в предыдущих, которые показывала ранее. Хотя в этих я буду значительно выше, конечно, но не к этому стремимся. Так что буду смотреть, примерять, дефилировать по квартире. Ну и всю примерку на себе покажу в одном из следующих выпусков. Конечно же. Также на месте выступления будут наносить профессиональный грим. Это тоже, как-никак, часть образа. И именно благодаря профессиональному гриму девчонки выглядят как мулатки-шоколадки. Вот, и я тоже буду такой мулаточкой на сцене вышагивать. Ну и на месте понадобится удобная обувь, то есть это могут быть сланцы или шлепки, и халат, чтобы хоть что-то на себя можно было накинуть. Кто-то, кстати, заказывает именные халаты, что смотрится достаточно так оригинально и симпатично. У меня пока халата нет. Пока нечего распаковывать и показывать. Но я думаю, что я успею найти где-то здесь. Ну а это все, что я хотела рассказать на сегодня. Все это сжато. Очень вкратце, конечно, такая информация. Конечно, нужно прописывать все. Каждый пункт планировать, заранее просчитывать все это от и до. Конечно, чтобы уж наверняка. Понятное дело, что у нас нет в жизни гарантии, да, никакой. Но, по крайней мере, мы можем запланировать, прописать каждый шаг. И это очень хорошо помогает. Рациональный подход, однако, решает. Но в любом деле, конечно, в любом. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что это было кому-то полезно, кому-то интересно, кому-то и интересно, и полезно. Кто собирается принимать участие в соревнованиях и, в общем-то, новичок в этом деле. В общем, спасибо большое. И до новых встреч. Пока-пока.